Привет, друзья! Чтобы прийти к цели, одного вдохновения и таланта оказывается мало. Есть в золотой формуле успеха еще составляющие, без которых задача не будет иметь решение. Об этом прекрасно знает Уилл Смит, один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда и человек, который вдохновил меня на создание этого видео. Очень хочется поделиться его секретами и с вами. 25 сентября 2018 года одному из самых успешных людей на планете, Уиллу Смиту, исполнилось 50. Гонорары, талант и любовь зрителей обеспечили ему место в пятерке самых известных и дорогих звезд наших дней. Но всего этого могло бы и не быть, не родить Смита афроамериканцем в малообеспеченной семье школьной учительницы и отставного военного. Четверо детей, низкий социальный статус и скромный бюджет не сулили семье надежд на светлое будущее. Но Смит-старший считал по-другому. Когда Уиллу было девять в семейной перепалке, отец разрушил кирпичную стену во дворе и приказал сыновьям выстроить ее заново. На то, чтобы осуществить эту идею, у юношей, не имеющих навыков кладки, ушло девять месяцев. Я старался положить кирпич настолько идеально, насколько мог, и делал это много дней подряд. Это научило меня не бояться делать первый шаг, даже если кажется, что задача слишком велика. Кто-то боится высоты, кто-то пустоты, а кто-то темноты. Есть свой страх и у Смита. Я в ужасе от океана. Не умею плавать. Пару месяцев назад я пошел на подводное плавание и выложил это видео на своем ютуб-канале. Океан непредсказуем. Он может питать вас энергией, а может порвать в клочья. Это мой вечный страх. Я не знаю, откуда он взялся. Мне пятьдесят, и я решил не тащить его дальше за собой. Весь вопрос в том, сможете ли вы обуздать мысли и эмоции, которые тормозят ваш прогресс. Научитесь ли контролировать свой ум? Вот почему главное мое правило – это самоконтроль и самодисциплина. Но, грустно шутит Смит, как говорят американские мурпехи, все жаждут попасть в рай, но никто не хочет умирать. Также большинство относится и к своей мечте. Нам дана возможность выбирать, но почему-то изо дня в день мы делаем худший выбор. Так о каком успехе в этом случае может идти речь, утверждает Уилл. Не путайте талант и мастерство, поясняет Смит. Талант сам по себе почти ничего не значит. Важны навыки и мастерство. Они приобретаются только трудом и постоянной практикой. Пока остальные ребята спят, я работаю. Как бы ты ни был талантлив, простого пути нет. Нужно постоянно работать над собой и следовать намеченной цели. Список внешних причин, из-за которых мы можем потерпеть неудачу, бесконечен. Но главное всегда сидит внутри нас. И это отсутствие воли, самоконтроля и самодисциплины. Даже после того, как лучшие в мире ученые разработают совершенную диету и программу тренировок и бесплатно дадут ее желающим похудеть, как минимум половина из них провалит задание. Почему? Потому что не найдет в себе достаточно воли и дисциплины, чтобы следовать даже готовому плану. Потому что успех задуманного определяется не стартовыми позициями, а терпением, настойчивостью и способностью последовательно и неуклонно следовать правилам. Самоконтроль и самодисциплина – вот что позволяет нам сдерживать эмоциональный прессинг внешней среды, действовать здесь и сейчас, не дожидаясь подходящих обстоятельств. Вот почему успешный человек совершает действие, которое на первый взгляд может показаться абсолютно бессмысленным, повторяет его снова и снова и добивается невероятных результатов. Каковы бы ни были амбиции каждого человека, все мы – биологические организмы, нуждающиеся в регулярном питании и отдыхе. Полноценный ежедневный сон позволяет нам зарядить свои персональные батареи. Это позволит эффективнее решать намеченные задачи. Здесь важно не путать, сон в определенное время в течение нужного количества часов, в данном случае, не способ укрепить самодисциплину, а обязательные условия для получения энергии и заряда бодрости. Самоконтроль рождается в голове. А лучшим упражнением для укрепления разума, самоконтроля и способности к концентрации является медитация. Каждый день мы сталкиваемся с огромным количеством отвлекающих факторов, незаметно сбивающих с курса. Укрепляя самоосознанность и осведомленность о текущей ситуации, медитация проясняет ум и увеличивает нашу сопротивляемость воздействию внешних помех. Пусть составление списка дел на каждый день войдет в добрую привычку. Это не сделает вашу жизнь скучной и не лишит ее спонтанности, а поможет двигаться вперед. Меньше времени на сомнения, больше действий и дисциплины. Так выглядит формула отличного результата. Вы можете поставить себе цель написать книгу, но обладай вы даже плодовитостью дюма, завершить задуманное на одном дыхании за неделю не получится. С другой стороны, если разбить большую цель на маленькие задачи, вы с удивлением обнаружите, что неожиданно быстро и уверенно приблизились к желаемому результату. Какой бы сферы это ни коснулось, планируйте с умом. Если вы никогда не тяготились своей физической формой, а в новогоднюю ночь вдруг пообещали, что будете усердно тренироваться, то вероятность того, что вы сдержите слово, устремится к нулю. Потому что для этого потребуется не только воля и желание, но самоконтроль и самодисциплина. Вот почему в долгосрочной перспективе так важно найти правильный баланс между амбициями и реальными возможностями. В одном из своих интервью Уилл Смит сказал, Нет худшей боли, чем та, которую испытывает человек, не достигший желаемого по причине собственной лени. Вот почему бороться с ней нужно активно и по всем направлениям. Регулярно занимайтесь спортом. Если график позволяет, это могут быть занятия в зале. Если зал, теннисный корт, бассейн, отсутствует или далеко, купите коврики и займитесь йогой, цигун, либо другими упражнениями, которые всегда можно выполнить дома. Пусть утренняя пробежка, разминка станет вашей доброй привычкой. Но будьте готовы, что внутри вдруг пробудется маленькая назойливая обезьянка, которая скажет, У меня сейчас лопнут легкие, мне так больно, я не могу бежать дальше. В этот момент вам захочется все бросить, но если сумеете преодолеть слабость, пройдет немного времени и тело скажет спасибо. Предательский голосок в голове будет звучать все тише и реже. Внутри поселится приятное и незнакомое ранее ощущение уверенности. Мимо того, что еще вчера казалось проблемой, вы будете проходить не замечая. Конечно, за одну тренировку единороги и радуги на небе не появятся, зато появится нечто большее, ощущение, что вы сделали тот самый важный первый шаг и перестали быть слабаком. Это и есть главная цель тренировок по улучшению самоконтроля. Самодисциплина и самоконтроль. Ничто иное, как золотые привычки, надежно закрепленные многократным повторением. Но у каждого из нас все же есть своя хелесова пята. Те самые красные кнопки, нажимая на которые, мы активируем в себе негатив и теряем контроль над собой. Эти кнопки нужно обнаружить и обезвредить. Если вы тратите драгоценное время на политические сводки, клубничку или азартные игры онлайн, заблокируйте эти сайты. Если настроены исключить из рациона шоколад или кофе, просто перестаньте их покупать. Если по инерции поддерживаете пустые отношения, избавьтесь от них как можно скорее. Уверенно пользуйтесь простой формулой Смита. Если тебя не было рядом во время моей борьбы, не рассчитывай, что ты будешь во время успеха. Уберите из своей жизни все, что отнимает время, энергию и уверенность в себе, и шансы многократно возрастут. Эффективный мозг, надежная память и способность к концентрации позволяют отделить ценную информацию от хлама и сфокусироваться на главном. Вот почему, как и тело, мышление, память, а также внимание нуждаются в постоянном совершенствовании. Повысить эффективность работы мозга и развить нужные качества могут помочь игровые онлайн-тренажеры, разработанные ведущими нейрофизиологами МГУ в тандеме с экспертами онлайн-платформы Викиум. Программа тренировок рассчитывается индивидуально, на основании вводного тестирования. Ежедневные занятия занимают до 15 минут, а оценить положительную динамику получится уже после нескольких недель регулярных занятий. Заниматься можно бесплатно, но с ограничениями. Полезно, увлекательно и не занимает много времени. Возможности онлайн-платформы Викиум уже оценили более трех миллионов постоянных пользователей. Для желающих попробовать оставлю ссылку в описании. О биороботах, способных часами работать без потери производительности, давно мечтают фантасты. К счастью, нам в большинстве своем, чтобы оставаться эффективными, приходится иногда вспоминать о законе Парето. Регулярные перерывы для восстановления сил и смены впечатлений помогут не только решить этот вопрос, но и получить дополнительные эндорфины от рабочего процесса. С вами ничего не случится, если вы позволите себе ненадолго переключиться, чтобы сменить нагрузку. Главное не злоупотреблять. Что ж, на этом все. Верю, что у вас есть мечта и цель. А если так, приступайте к созданию своей улучшенной версии прямо сейчас. Если это видео вас вдохновило, то поделитесь с ним, с друзьями. Пускай они тоже задумаются. Пишите в комментариях, какой совет от Уилла Смита считаете наиболее полезным. В добрый путь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!